Потому что сегодня мы заканчиваем первую часть нашего курса, а в четверг и пятницу вечером мы будем вторую часть нашего курса проходить. Я хочу сказать особенное спасибо какому-то Павлу, который перевел в прошлую ночь эти конспекты, которые у вас сейчас. То, что вы видите сейчас перед собой, это его работа ночная. И вы получите дополнительно еще такие же распечатки по второй части, что поможет Павлу переводить. Мы ценим его хорошую работу. Те, которые были вчера вечером, мы как бы сделаем такое. Мы сделаем такое воспоминание, что означает спасение в еврейской Библии, в Танахе. И я думаю, что мы пришли к такому пониманию, что это совсем другое понимание спасения, чем в Новом Завете. Но мы больше рассмотрим спасение в Брит-Хадеша во второй части. Но как подсуммировать? Так, чтобы подсуммировать, то спасение в Танахе идет речь о политической идентичности Израиля. Что народ Израиля должен был быть спасен от врагов. Чтобы он спасен был от всяких болезней. От коррупции. От недостатка патриотизма. И что необходимо, чтобы у них была инфраструктура для экономики. Что должно быть хорошие законы здоровья. Чтобы у людей была соответственно хорошая еда. Чтобы они выживали год за годом и поколение за поколением. Итак, определение спасения в еврейском образе мышления Оно было нацелено на этот мир. И речь шла о жизни на земле, на планете. И которое касалось социального проживания. И которое стремилось к процветанию и здоровью. И счастью. И мы увидели также вот эти несколько слов на еврейском языке, которые сейчас у вас есть в конспектах. И теперь эти слова, которые на еврейском языке, они определены в ваших конспектах. И мы рассмотрели их в деталях вчера вечером. И потом мы рассмотрели, что имел в виду Исаия, когда говорил о спасении. И мы увидели, что он определял спасение, которое идет совместно с праведностью. Что вы не можете быть спасены Богом и не быть праведным. Эти две понятия идут вместе. И Божья праведность, она или в Танахе, или в Новом Завете. То есть, везде необходима праведность. И такое обращение или проекция в Исаии, о великом ожидании Израиля, касательно спасения, оно произойдет, оно будет реальностью. Это не только такое желание. Это не надежда или вдохновение. Это не только видение. Но это то, что станет реальностью на планете. И второе, это будет исполнением пророчества. И это будет выражено в потомках Израиля, Авраама, Исаака и Якова. Или это не только будет касаться только русских православных, или католиков, или пендесятников, или протестантов. Но спасение будет касаться, будет выражено в детях Израиля. И это будет такое реальное спасение народа на земле. И также мы увидели, что спасение, оно идет совместно с исцелением. Мы рассмотрим поглубже эту идею сегодня вечером. Но мы увидели, что слово, которое выражает спасение, оно имеет исцеление. Потому что оно касается также и восстановления. Возвращение к тем условиям, состоянию, которые Бог нас создал. Но также Исаия показал, что спасение, оно основывается на истине. Что нет места какого-то лжи в спасении. Но мы должны быть праведными и истинными перед Богом. Честными с собою. И честными с другими. Мы должны ходить в истине. И истина, она такая, которая не растворяется. И спасение, которое дает Бог, делает нас сильными. Делается нас физически сильными, умственно сильными, эмоционально сильными. И духовно сильными. И также мы увидели, что спасение, оно выражается через отрасль. И тот, кто выйдет из Еесея. И тот, кто будет сыном Давида. И тот, кто будет исполнять праведность и суд на земле. И он источник спасения. Он такая энергия, сила в спасении. Он творец спасения. И также мы увидели, что спасение является причиной уничтожения неправедности. Потому что праведность, это как такой огняной шар. И как бы даже трудно его представить так. И если вы бросите его на ледяное покрытие, И этот шар, огненный шар, он не потеряет своей энергии. Но лед начнет таять. И потом даже как бы кипеть. И потом истворяться и исчезать. И все, что останется, это останется праведность. Вот этот горячий шар. И это то, как действует Божья праведность. Когда она приходит к нам. Когда приходит к народам. Когда есть этому место. А неправедность, она исчезает, пропадает. Исчезает. И потом то, что мы называем чистым золотом. И так же пророки, они показали, что только остаток Израиля он спасется. И Рав Шауль говорит, что весь Израиль спасется. Но это не означает, что каждый еврей, который когда-либо жил, он будет спасен. Но более речь идет о том, что Божья работа происходит на земле. И вот эта эсхатологическая реальность. Те евреи, которые до сих пор они... Которые живы. Которые готовы принять Иешуа. Они получат полноту Божьих благословений. И то, что было обещано, пророчественно, народу Израиля, оно будет исполнено. И Израиль исполнит свою божественную миссию, назначение. И очень плохо, что это касается только остатка. Потому что Бог, Он хотел, чтобы все евреи, в любом времени, обрабатывают Иешуа. Он хотел произвести во все времена Иешуа. Потому что Он хотел, чтобы весь Израиль сохранял Тору. Ходил в праведности. Чтобы они были святым народом. Чтобы были священниками. Бог не хочет, чтобы кто-то не спасся, потерялся. Но чтобы все пришли к покаянию. И в сердце Божьем, чтобы весь Израиль спасся. И мы не можем спасти того, кто не хочет быть спасен. Вы не можете вытащить из беды, то есть тоже спасти, кто не хочет спасаться. Вы не можете надавливать на послушание, если человек не послушен. И Бог, Он ожидает того, как бы последнего поколения, последнего поколения, которое скажет «Да, Иешуа». Они скажут «Да, Господь!» и будут ходить в послушании перед Ним. Помните, когда народ Израиля вышел из Египта? И через два года им была дана возможность зайти в обещанную землю. Но что произошло? Они не хотели послушаться голосу Господа. Они не хотели проявить веру. У них было другое мышление. Они хотели следовать своему мышлению, нежели Божьему. Заплатили ли они цену за это? Да. Бог сказал «Хорошо». Я буду ждать следующего поколения. Это поколение будет положить кости в пустыне. Но те, кому 20 и меньше, они зайдут в обетованную землю. И потом Господь был готов ожидать поколения. Потому что, что для Него важно, это иметь послушный народ. Верный народ. Который хочет сотрудничать с Ним. Чтобы проводить правосудие и праведность на земле. Чтобы произносить имя Иешуа. Он хочет народ Израиля, который будет следовать за Иешуа. И будет приносить спасение другим народам. Чтобы все человечество спаслось и поклонялось Господу. И насколько это Бог хочет этому стремиться. Он ожидает о новом поколении. И он будет ждать следующего поколения. Или третье поколение. Или пятое поколение. Или двадцатая. Или сто поколений. Видите, что с Богом, Он не ограничен во времени. Он ориентирован на победу. Он нацелен как бы на миссию, на призвание. У Него есть то, что Он хочет исполнить. И не важно, сколько это произойдет, через какое время. Потому что Бог существует вне времени и пространства. Мы существуем во времени и пространстве. У нас есть день рождения. У нас есть день, когда мы умрем. У нас есть как бы расстояние всей жизни. И каждый год у нас есть зима, весна, лето и осень. И мы помним дни рождения, юбилеи. Нам хорошо, что мы знаем, что нужно работать вовремя. Чтобы наш начальник не был, не злился на это. Мы знаем, когда мы студенты, например, как студенты МГБИ. Нам нужно сдавать свои работы вовремя. Мы как бы те, кто работаем во времени. Мы мыслим такими в рамках времени. Бог не делает так. Он не спешит. Потому что у Бога нет... Он не находится во временной линии. У Него нет начала. У Него нет конца. Он просто существует. И где Он? Он везде. Поэтому Он не спешит куда-то попасть. Он уже там. Мы боремся с Богом, Бог Вселенной. Давайте начнем, что нам говорит наука. Что в нашей Солнечной системе и в Млечном пути есть один миллиард звезд. Это один миллион звезд. И ученые говорят нам, что есть один миллион вселенных. И Библия говорит нам, что Бог назвал каждую звезду своим именем. Насколько велик Бог? На какую силу и власть Он имеет? Насколько Он может достигать? Я хочу убедить вас в одном. Бог получает то, что Он хочет. Он будет получить то, что Он хочет. И это – это универс, который полностью принадлежит к Ему. И вся Вселенная принадлежит Ему. Где будет преобладать праведность. И вся неправедность, она исчезнет. И неважно, пройдет это сотни лет, тысячи лет. И после того, как был Ешио, уже прошло две тысячи лет. Я не думаю, что Бог спешит. Я не думаю, что Он говорит «Упс, время не хватает». Он так не поступает. Потому что у Него цель впереди. Он хочет получить искупленную Вселенную, где все праведные. Вот хорошие новости. Мы являемся частью Его победы. Мы получили праведность от Ешуа. И мы можем быть частью такой вечной реальности. Вечной победы Божьей. И Библия говорит нам, что спасение, да, началось с остатка Израиля. Но Божье спасение, оно не ограничено Израилем. Божье желание в Его сердце, чтобы все народы, все человечество было искупленным. Чтобы все пришли к покаянию. И стали послушными Богу. И мы увидели вчера вечером, что Бог, Он прощает остаток других народов. И то, как мы это увидели в книге Иона. Бог простил Ниневию. Бог, Он хорошо относится о других народах. Мы также увидели, что Бог, Он поднял Израиль. Как святой народ. Как царственное священство. Как свет для народов. Чтобы они были таким народом посланников, апостолов. Таких вечных посланников. Чтобы они были в ходатайстве за другие народы. Чтобы они обучали народы, как поклоняться Богу. И чтобы они могли показывать, выражать народам Божью святость. И потом, через Израиль, Бог будет способствовать правосудие для народов. И царь Израиля, Он будет как завет для Израиля. И мы увидели, что Божье спасение, оно схоже со светом. И тот, кто приходит в Божий свет, он переживает, получает спасение. И мы также увидели, что спасение, оно задерживается, если Израиль сопротивляется исповедовать свои грехи. И так как пустыня была наполнена неверующими. Но, как сказано, что народ Израиля, который призовет имя Господа, будет спасен. И тот, кто возовет ко имени Господа, также будет спасен. И как также написано, что спасение, в первую очередь, Иудею, а потом и Эллину. И народу Израиля нужно быть верным Богу, если они хотят пережить и получить спасение. И также спасение мы увидели, что проходит через суд. Потому что, если народ, он сопротивляется к изменениям, если они отказываются от Божьей власти, если они говорят ему, уходи, мы не хотим думать о тебе. Мы не хотим думать о суде, который будет перед тобой. У нас есть свои мысли о том, как мы хотим жить. И когда так происходит, тогда точно нет спасения для народа. Потому что Спаситель это тот, кто устанавливает условия спасения. Это не человек, который говорит, я бы принял твое спасение. Если мне не нужно было бы каяться в грехах. Если мне не нужно было бы признавать свою вину или стыд. Если я мог принимать свои собственные решения обо всем, что происходит в моей жизни. Ты бы не обличал меня во грехе. Если бы я мог поставить условия спасения, я бы принял спасение. Некоторые люди думают, что могут договориться с Богом таким образом. А вот реальность. Бог не вовлекается в это. Он Спаситель. Он говорит, если ты хочешь быть спасен, вот что тебе нужно делать, чтобы быть спасен. Если ты не будешь этого делать, ты не получишь спасение. Очень просто. Это не человек, который решает, а Бог, который принимает решение. Но потом у нас есть радость, которая приходит совместно с спасением. Мы также увидим, что Бог как бы уносит Спасенный народ. Он спасает народ Израиля. И Он как бы уносит, убирает Израиль от лжепророков. Или неверных лидеров. Или других народов, которые порабощали их. Но когда Израиль переживал спасение, это было полно музыки. Много хвалы. Они танцевали перед Господом. Потому что народ, когда имел безопасность в Нем, они очень радовались перед Господом. И они понимали, что они получили спасение от таких естественных бедствий. Они были спасены как народ от врагов внутри и также врагов, которые извне были. И такой спасенный народ, который находится в безопасности, они не переживали о том, что будет какой-то другой народ, который победит их и заберет в рабство. И враги Израиля это те, которые могли поражать их спасение. Которые могли разрушить народ Израиля. И они могли народ Израиля воскликнуть Богу, спаси нас от врагов. Спаси нас от бедствий. От голода. От когда нет воды у нас. Засухи. Спаси нас от всего, что может разрушить наше счастье. И это то спасение, о котором они размышляли. Спасение, которое касалось их политической реальности. О тех жизненных ситуациях. О военной безопасности. Как сотрудничать, как работать с вопросами природы. И это мы сейчас подошли к тому, где мы закончили вчера вечером. И спасибо Павлу за эти конспекты. И когда вы можете сейчас перейти в межзаветному периоду. Это 14А. Вы увидите то место, где мы вчера закончили наш курс. И было много материала, которым нужно было пройти. До этого места мы закончили вчера вечером. И на следующих два вечера мы пройдем то спасение, которое дано в Новом Завете. У нас будет очень много дополнительного материала. И чтобы пройти все это, мы произвели вот эти пункты для вас. И там находятся все местописания. И если мы не прочитаем все эти стихи в классе, вы будете знать, где они находятся в Писании. И потом у вас будет возможность позже проверить эти местописания. И вы увидите библейское подтверждение этих идей. Я сейчас объяснил все, что мы вчера вечером. Это то, что в иудаизме или еврейской Библии касательно спасения. Но идея о спасении так медленно, постепенно меняется, когда мы подходим к межзаветному периоду. Бог показывает своему народу что-то дополнительное. И Израилю открыты новые идеи. И мы увидим отдельные группы в иудаизме, которые начинают представлять новые идеи о спасении. Которые они также находят подтверждение в Танахе. И они не находят подтверждение в Торе. Мы сделали это ясно вчера вечером. И нету разговоров о спасении в Торе. Но есть некоторые идеи в Псалмах и в Пророках. И отдельные группы, например, как фарисеи, и они в межзаветный период в первом веке, они начинают впитывать новые концепции. И эти понятия, они будут изменяться и вовлекаться в иудаизм. Не весь иудаизм одинаковый или один и тот же. И у нас есть такой курс в программе Кадима. Это как бы спектр или разность иудаизма. Потому что иудаизм, он очень глубокий и широкий. И там очень много есть течений и идей. Но мы сейчас говорим о спасении в Танахе. Потому что Танах, он был очень давно. И многие идеи были взяты оттуда и взяты в настоящее время. И также были другие идеи, которые были развиты спустя время. Много лет назад я ввел мессианскую синагогу в Лос-Анджелесе. Это была очень успешная мессианская община. Мы видели сотни евреев, которые приходили к вере в Иешуа. И у нас была синагога, мы все насилили Кибу, Талиты. У нас была святок Торы. У нас была литургия на иврите. У нас все было это совместно. С пророчествами, молитвой за больных, языками и истолкованием. Все это было совместно. Вот к чему мы шли. Что Дух Святой, Он не оскорблялся еврейскими вещами. Дух Святой, Он не огорчается так же, если мы используем еврит. И так, когда у нас есть такая мессианская община, приходило очень много людей к вере. И рядом с нами была очень известная синагога. И имя Равина было Гэролд Шулвайс. Очень известный такой автор и в иудаизме. И в его общине было порядка 500 семей. И все знали как бы Валей Бешалом. И однажды вечером мы пошли туда на служение. И когда служение заканчивалось, было очень интересно в тот вечер, потому что Равин, он проповедовал. Он проповедовал о Игре Шекспира, одной из песев. Он проповедовал одну из всех Шекспира, а не Божье Слово. И когда служение заканчивалось, он сказал, в следующий вечер, в пятницу, я буду говорить о воскресении после смерти. Есть ли жизнь после смерти? Или когда ты умер, ты просто умер? И я буду об этом говорить, чтобы каждый пришел в следующую пятницу. И я скажу, что иудаизм говорит об этом. И все были такие, возрадовались. Все очень возрадовались. И я сказал своему другу, что нам нужно вернуться в следующую пятницу. Я хочу услышать, что он будет говорить в следующую пятницу. И мы пришли в следующую пятницу. И когда он начал говорить, он говорит, что воскресение после смерти, и он дал очень большой такой список раввинов, мудрецов и исследователей, он говорил, что есть жизнь после смерти. А потом он также дал другой список раввинов, мудрецов и исследователей, которые говорят, что нет жизни после смерти. И я говорю вам, и все очень так прислушались, я говорю вам, вот что очень такое интересное касательно иудаизма. У нас нету догм, а ни о чем. И все вот так. Все были так разочарованы. Потому что все эти годы они слышали об этом. Но самый известный раввин, он их разочаровал. Потому что у него не было ничего нового, что сказать. И в этот межзаветный период, это то, что мы читаем в Мишне, Гамаре и Талмуде. Это то, что мы видим в Рамбаме. Вы знаете, кто такой Рамбам? Знаете, кто такой Рамбам? Известный очень раввин в 12 веке. Он написал книги... Он очень известный политик и доктор, врач. И очень известная личность в иудаизме. Он написал 13 пунктов веры иудаизма. Который стал стандартным для евреев, во что они должны верить. Если вы хотите быть евреем, который угоден Богу, тогда вы должны верить в эти 13 пунктов. Это как минимум. И что было в этих пунктах, им нужно было верить. Я верю в грядущего Мессию. И если он задерживается, и даже если он задерживается, я буду ждать его. Это было обязательство иудаизма Рамбама. И он в другом также сказал, тот, кто не верит в воскресение из мертвых, не получит воскрешение из мертвых. Но есть воскрешение из мертвых. И верующие будут переживать, получать это. Редактор субтитров А.Семкин